Состав гостей на этой встрече впечатляет. Чемпионы мира, Европы, медалисты крупных международных турниров. Всего порядка 50 титлованных атлетов. В одном зале собралась практически вся спортивная элита лакского народа. Конечно же, это очень необходимая встреча на сегодняшний день для нас, чтобы мы узнали друг друга, наш народ сплотить, объединить, чтобы мы как один кулак находились рядом, когда нужна наша помощь, поддержка любому человеку из нашего общества. Атмосфера братства и позитива. Старые знакомые, приятели и товарищи по команде. Большинство спортсменов-лакцев прежде виделись только на турнирах или сборах. Здесь же, в неформальной обстановке, они смогли познакомиться поближе и поднять актуальные темы. В основном говорили о важности единства и сплоченности лакского народа. Надо подумать о нашем будущем, о нашей молодежи, насколько она будет чистой, насколько эта молодежь будет любить здоровый образ жизни, спорт. И наша задача сегодня популяризировать всех наших героев нашего народа, дать возможность нашим детям, нашим внукам знать их, брать равнение на них, идти рядом с ними. Здесь диалоги, много вопросов бывает и спортивных, и воспитательных, чтобы взрослые могли объяснить молодым, как двигаться в спорте, как находиться в данный момент жизни, в своем месте, чтобы человек находился. На самом деле, мы давно нуждались в таких мероприятиях, чтобы вот так собираться, чтобы мы сплотились. На другие нации смотришь, которые сплоченные, даже за них гордишься. А еще, если будут свои такие братья, тем более лакцы, они сильный духом народ, мы можем еще крепче движаться вместе. Когда человек знает друг друга, общается, приветствует друг друга, конечно, они способствуют обнимению. Не только лакца, вообще, и других наций тоже. Вообще, эти мероприятия надо проводить чаще. Координировать совместную работу будет Лакское молодежное общество. В планах у этой общественной организации усилить пропаганду здорового образа жизни. Именитый спортсмен, по словам Мухаммад Маннара Бариева, это своего рода пример для подрастающего поколения. Поэтому в нем должны сочетаться лучшие моральные и нравственные человеческие качества. Наша цель была, во-первых, объединить, узнать друг друга так, как не все друг друга знают, усилить братские отношения, в дальнейшем совместно работать, объединяться во благо своего народа, для подрастающего поколения, чтобы было примером, показать им пример объединения. Наставлять их так, как молодежь, в основном, они берут пример со спортсменов, чтобы они тоже могли выходить к ним, показывать какие-то мастер-классы, говорить какие-то правильные слова.